Свой автопротест одесские предприниматели решили начать на Таирово на парковке ТРЦ Сити-Центр. Но там сработали на опережение и парковку закрыли. Пришлось сформировать колонну вдоль обочин. Лозунгов у протестующих было много, но требование одно – дать возможность работать. Предприниматели говорят, что медлить с отменой ограничений нельзя. Часть бизнеса уже не пережила карантин. Другая – под угрозой банкротства. Многие уже не откроются, потому что это время… люди несут затраты. Аренду никто не опускал. Ну, вернее, многие опустили, но есть… то есть это уже вопрос такой – где-то не опускали. Налоги платить надо, жить надо, семью кормить надо. Поэтому… мы бизнес маленький, поэтому у нас запас прочности небольшой. В колонии в основном предприниматели самых крупных рынков города. Еще вчера они созванивались с поставщиками, читывали сдачу покупателям, а теперь заклеивают стекла своих авто протестными лозунгами. Люди говорят, что к обязательным платежам, которые никто не отменял, добавляются и житейские заботы. На все нужны деньги. Руководство заставляет аренду платить все 100%. То есть у меня аренда 15 тысяч гривен в месяц. То есть это уже я пострадал раз. Я плачу уже второй месяц, во-первых. Во-вторых, у меня двое детей и отец после операции, который только инфаркт был. Сейчас все на моей шее, как бы такого плана. Всех надо кормить, одевать. А у нас прибыли сейчас никакой нет. Колонна разбилась на части и двинулась на проспект Шевченко к облгосадминистрации. Уже там на митинге протестующие обвиняли власть в двойных стандартах. Пока малый и средний бизнес под замком, крупные сети, гипер и супермаркетов разных направлений работают без проблем. Возмущает и то, что снизить аренду согласилось руководство не всех рынков. Там, где 100% арендная оплата, администрация сказала, кому-то что-то не нравится, разрываем договора. До свидания. То есть люди понимают, что они торговые места купили, никому ничего просто так не дали. То есть они купили кто-то за 10 тысяч долларов, за 15, за 2, не важно. То есть говорят, мы с вами разрываем договора, это все то, что было у вас, становится автоматическим рынком. То есть куда людям деваться. Протестовали не только на железных конях, но и на самых настоящих. Юлия вместе с помощницами прискакали на своих подопечных прямо с Молдаванки, где расположена конюшня. Девушка говорит, что бизнес у нее легальный, налоги платит. Вот только прокормить 11 скакунов без заработка во время карантина очень трудно. Сено 10 килограмм, нужно лошади в день. И плюс фуража 6 килограмм. Каждая лошадь питается отдельно. Есть пони еще, то есть им меньше. Большой лошади, вот эта лошадь, она требует особого ухода, ей 21 год. То есть и половина конюшни у нас инвалидов, которые не работают, которые выкуплены с мясокомбината. И то есть эти лошади зарабатывают за счет того, чтобы прокормить остальных. Потому что, ну, кроме меня, эти животные никому не нужны. В обл. администрации на гудки и призывы предпринимателей откликнулись. Протестующим вышел директор департамента экономической политики. Чиновник обращения принял, но ограничился только обещаниями. Те обращения, которые сегодня к нам поступают от бизнеса, от предпринимателей, мы обязательно рассмотрим, мы обязательно обратимся в кабинет министров Украины, правительству, для того, чтобы были приняты вот эти меры по облегчению карантина, как можно быстрее. Как можно быстрее. Поймите, сегодня не все в наших руках. Абсолютно справедливо. Спасибо большое. В принципе, комментарии окончены. После этого митинг прекратили. Организаторы считают, что своих целей они добились. Но заявили, что если послабление карантина не последует, то будут продолжать свои протесты. Возможно, даже изменят тактику. Но какой она будет, пока оставляют в секрете. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».